13 апреля 1943 года министр пропаганды Йозеф Гёббельс по берлинскому радио заявил об обнаружении массовых захоронений более 10 тысяч польских военнопленных в Катынском лесу. Созванная Германией Международная комиссия провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. В свою очередь Советский Союз отрицал причастность к происшедшему. После освобождения Смоленска была создана так называемая комиссия Бурденко, которая проведя собственное расследование заключила, что польские граждане были расстреляны в Катыне в 1941 году немецкими оккупационными войсками. На сегодняшний день правительство России признало Катынский расстрел как преступление сталинского режима, однако среди историков до сих пор не утихают споры. Сегодня у нас в гостях публицист Елена Прудникова. Десять лет назад вы сказали, что не будете заниматься вопросом Катыни. Что поменялось сейчас? Понимаете, я очень не хотела заниматься этим вопросом. Я обычно занимаюсь вопросами, которые меня хоть как-то интересуют. Но поскольку в Катынской теме для меня никогда никаких вопросов не было, то, естественно, писать об этом я и не хотела. Но когда разбился самолет с польским правительством в 2010 году, я поняла, что это уже, да, это уже божий знак, и мне придется взяться за эту тему. Я действительно за нее взялась. Ну, кое-что накопало нового. Ну, в общем-то, это было, наверное, самое неинтересное из всех моих книг. Почему у вас не было вопросов по этому делу? Понимаете, когда очень долго занимаешься каким-то временем, начинаешь его чувствовать. Поэтому, если бы речь шла о 1937-м годе, о 1938-м, да, в принципе, такой расстрел там мог быть. Но в 1940-м году массовых расстрелов не было в принципе. То есть их не было... Это рассчитано на людей, которые плохо знают историю. Массовые расстрелы кончились в 1938-м году. В 1940-м их не было. Более того, во всей статистике НКВД, которую я к тому времени успела посмотреть, на 1940-й год приходилось всего около полутора тысячи расстрелов. Как туда поместились поляки? Да и ни почему, ни по политической обстановке, ни по внешнеполитической, ни по внутриполитической. Этот расстрел был никому не нужен. Поэтому-то для меня вопросов и не было. Мне с самого начала было ясно, что расстреляли немцы. Мне с самого начала было ясно, что это провокация. Ну, механизм этой провокации было разбираться, в общем-то, довольно-таки любопытно. И все же, какой версии придерживаетесь вы? Кто расстрелял польских военных? НКВД или немецкие оккупанты? И какими документами вы оперировали при рассмотрении Катынского дела? Для меня с самого начала было ясно, конечно, что расстреляли немцы. Они в Смоленской области расстреляли более 400 тысяч человек. Почему бы им не пристрелить и 10 тысяч поляков? А в чем проблема-то? Я не понимаю. Это настолько мизерная цифра по сравнению с тем, что творили немцы у нас, что я даже понимаю нежелание Сталина заниматься этим делом. Ну, что это такое? Всего 10 тысяч убитых. Когда у нас они насчитывались миллионами. Повторяю, в одной Смоленской области почти 500 тысяч. И большей частью ведь не военные, не военнопленные, а совершенно мирные жители. Старики, женщины, дети. И я же говорю, для меня в этой теме вопросов не было. А вот с документами получилось интересно. Понимаете, мне какой момент заинтересовал? Все, кто говорил об этой теме, они все почему-то обсуждали исключительно советскую версию следствия. Исключительно наши советские доказательства. Почему-то никто никогда не обсуждал доказательств немецких. Вот это меня заинтересовало. Почему? Вот почему немецкие доказательства находятся вне обсуждения? И первое, что я здесь делала, конечно, мы с автором моим пошли в архив. И стали смотреть пресловутую Катынскую папку. И первый материал в Катынской папке был как раз перевод официального немецкого документа, посвященного Катыне. И, в общем-то, фактически со всеми немецкими доказательствами из комиссии доктора Бутца. Документик очень любопытный. Давайте мы на нем остановимся поподробнее. Мне же все время говорят, что я только свое мнение выскажу. Вот давайте мы чуть-чуть с вами сейчас почитаем. Первая часть барошюры доктора Геббельса посвящена остинаниям о судьбе несчастной Польши, которая стонет под игом большевиков. При этом, в принципе, понимаете, по терминологии люди, которые поддерживают немецкую версию и советскую версию, немецкая версия, что убили немцы, советская, что убили наши, они отличаются по терминологии. Например, сторонники советской версии никогда не скажут «Западная Украина», «Западная Белоруссия», они всегда скажут «Восточная Польша». Хотя какая это, простите меня, Польша? И начинается все со стенаний доктора Геббельса о тяжелой участии поляков, о злых большевиках, которые оккупировали Восточную Польшу. При этом, кто оккупировал Западную Польшу, естественно, не говорится. Об операции Таненберг, об уничтожении польской элиты тоже не говорится. Нет, полякам под немцам было хорошо. Им было плохо только под большевиками. Давайте мы выпустим все-таки общую часть и поговорим о том, какие доказательства предъявили немцы. Немцы сказали, что у них есть 12 свидетелей. Из них они предъявили 8. 7 из 8 свидетелей, что они говорили? Они говорили, что они сами видели, как поляков привозили на станцию Гнездово, и с этой станции Гнездово их в каких-то грузовиках куда-то увозили. Собственно говоря, наши никогда от этого не отпирались. Да, их действительно в апреле 40-го привозили на станцию Гнездово, и потом на грузовиках из станции Гнездово увозили дальше в лагеря. И что по расстрелу из них никто сам не видел, но по деревням ходили какие-то слухи, вроде бы, что там кто-то кого-то стрелял. И один свидетель, который сам видел расстрелы, это 70-летний дедушка, который жил, собственно говоря, в самом Катынском лесу, там в полукилометре от места расстрела, и который торжественно рассказывал, да, я видел, как стреляли поляков, я там подползал, я смотрел. Ну вот незадача. Большинство свидетелей, когда немцы уходили из Смоленска, они ушли с немцами, а дедушка с немцами не ушел. Дедушка вместе со всей семьей убежал в лес, в лесу дождался прихода наших, пришел в НКВД и сказал, да, да, я это говорил. Меня месяц в гестапо били, я не выдержал, казните меня, товарищи. Его, значит, осмотрели врачи, увидели, что действительно, да, его били, что у него там что-то где-то сломано, что у него нарушен слух. В общем, дедушке ничего не было, поскольку, ну а что, можно вменить дедушке, который не выдержал пыток. То есть, как вы понимаете, этот свидетель, он, в общем-то, всем своим последующим поведением от своих свидетельских показаний отрекался. Ну и еще из обсуждаемых свидетельств была, конечно, экспертиза доктора Бутца. Доктор Бутц, очень видный немецкий патологоанатом, хотя не такая величина в научном мире, как Бурденко, который возглавлял нашу комиссию, но все-таки. Он был директор Института судебной медицины и криминалистики университета в Бреслау. Во время войны начальник судебно-медицинской лаборатории группы армий «Центр» и глава специальной команды по расследованию большевистских зверств и действия, нарушающих международное право. Видите, было у них и такое. По-видимому, уже в 43-м году образованное. И почему-то считается, что доктор Бутц заявил, что расстрел совершен в 40-м году. Да ничего подобного он не заявлял. Надо было взять, сесть в архив и тупо прочесть все, что он писал. И там приведено полностью. Начинает доктор Бутц совершенно детского восторга по поводу того, что он попал в новую неизученную область медицины. Массовых могил он раньше не исследовал. И там во всем этом прет научный восторг. «Вот, раньше я этого не делал, а теперь я это делаю». И он все это описывает, 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 описывает. А в конце говорит следующее. «Ну, поскольку я этого раньше не делал, то когда убили этих людей, моей науке неизвестно. Поэтому давайте смотрите по другим доказательствам». Вот это то четкое, что говорит доктор Бутц. Он не знает, когда были убиты эти люди, как патологоанатом. И предлагает эпилировать другим доказательствам. И каковы же эти другие доказательства? Ну, одни из доказательств – это гильзы и пистолеты Вальтер. Основным доказательством считалось отсутствие в карманах этих людей и в одежде каких-либо документов, датируемых после мая 1940 года. Ну, начнем с того, как может отсутствие быть, извините меня, доказательствам, чего бы то ни было. Более того, понимаете, могилы, они в документе доктора Бутца описаны очень подробно. Выглядят они, честно говоря, странно. Там 8 могил. Из них одна очень большая, и почему-то там трупы лежат по-разному. То есть вот в половине большой могилы они лежат навалены хаотично, во второй половине большой могилы они почему-то лежат ровными рядами, как и в маленьких могилах. Что вообще-то такое за странности почерка-то? Кому понадобилось тех, кого расстреливали, потом спускаться в яму и выкладывать их ровными рядами? То есть, собственно говоря, пригнать полтысячи военнопленных, заставить их достать трупы, проверить карманы и положить обратно, это абсолютно норма, ничего не стоит. Тем более, что доктор Бутц приехал в Катынский лес где-то 1 марта, посмотрел, сказал, что холодно у него нет времени, приказал перенести из какой-нибудь деревни деревянный дом и уехал. Его ассистент посмотрел, что деревянный дом действительно перенесли, уехал тоже. Вернулись они 29 марта, и молчаливо считается, что в Катынском лесу ничего не происходило. А почему, собственно, не происходило? С чего это взяли? Так что это мы не можем принять как доказательство отсутствия чего бы то ни было, тем более, что наша комиссия легко нашла и присутствие, когда занялась действительно нормальным вскрытием. И что ли, затем какие еще у них были доказательства? И что-то считается доказательством елочки. Тоже Бутц описывает, что на него ужасные впечатления произвели эти маленькие спиленные елочки, которыми будто бы большевики засадили могилу. А вот тут немцы очень круто лоханулись. Почему? А елочки-то все были одинаковые. Вот представьте себе, в 1940 году наши чекисты настреляли кучу народа, решили посадить елочки. Они что делают? Они идут по окрестному лесу, выкапывают эти елочки-сосеночки, которые там растут, и засовывают их туда. Соответственно, какие-то прижились, какие-то не прижились. Но они все будут разного возраста. А тут не все почему-то были трехлетние. То есть совершенно ясно, что за трехлетними, за одинаковыми надо было ехать в питомник. Это совершенно, так сказать, не в русском характере, ехать в питомник, когда ты весной этим занимаешься. А вот когда ты хочешь этим заниматься в марте, и когда все под снегом, вот тогда проще съездить в питомник, чем шариться под снегом и разыскивать сосновые подростки еловые. Просто привезти их, напилить и сказать, а вот они росли, а вот мы их это спили и выкопали. Ну, какие еще доказательства? Гильзы с гильзами было все чрезвычайно интересно, потому что гильзы были немецкие. И гильз немецких там было много. По этому поводу, естественно, немцы изворачивались как могли. Они сказали, что это гильзы фирмы Гекко, что их поставляли в 1928-1930 году в Советский Союз, и поэтому они там могли быть. Но при этом, что любопытно, и это поймет любой человек, который хоть как-то имел отношение к оружию, гильзы-то гильзы, а вот и пистолетик какой был использован. Об этом немцы не говорят вообще. Между тем, на вооружении у НКВД был в основном револьвер фирмы либо ТТ, либо, господи, как же он, Наган. Два пистолета, которые были в штате, у которых было в ресурсе полторы тысячи выстрелов. И, в общем-то, все расстрелы 1937 года как раз проводились из совершенно штатного оружия. А патроны 765 из имеющегося у нас оружия подходили только к одному, а именно к Браунингу, которым была вооружена императорская армия во время Первой мировой войны. И вот скажите, пожалуйста, вот зачем чекистам было выискивать антикварное оружие, запихивать в него десятилетней давности давно просроченные патроны? К Вальтеру не подходили 765? А Вальтера у нас не было. Вальтеры в нашей армии, в наших частях появились только после 1941 года. Трофейные. Есть источники, что НКВД закупала перед войной Вальтера? Нет таких источников. Источников нет, это легенда. Это легенда, и я потом в свое время расскажу, как она появилась и как жестоко посмеялся человек, который я запустил, которому выкрутили руки, заставили дать нужные показания. Нет никаких Вальтеров. Немцы вообще обошли вопрос об оружии. Хотя, в принципе, насколько мне известно, оружие оставляет характерные отпечатки на гильзах. И вот патрон 765 к Вальтеру подходил идеально. Именно к Вальтеру ПП. Что вы скажете об записке Берии 794? О записке Берии 794 давайте мы о ней поговорим в другое время, в другом месте, потому что этой записки не было. Мы уже говорили с вами про фальшивки, но давайте повторимся, какими источниками и как вы сделали заключение. Мне просто не хочется сейчас анализировать, она тут немножко не в тему, но про эту записку написана целая литература. Этой записке посвящено очень много места у такого автора, как Владислав Швед. В этой записке посвящена целая глава у меня. Эта записка содержит такое количество ляпов самого разного свойства, что не только фальшивка, это фальшивка грубая. Поэтому давайте мы лучше о ней поговорим в разделе провокация, пока мы поговорим о том, что на самом деле там происходило. Почему советское правительство разорвало дипотношения с польским правительством после того, как ТО попросило МКК помочь им разобраться с этим убийством? А, вот это очень интересно. 15 апреля Геббельс вылез со своим заявлением. Соответственно, следующий день наши обругали Геббельса в правде во всех их газетах, сказали, что не жалея слов, что фашистские мерзавцы сваливают на нас свои преступления. А теперь смотрите, исходя из логики вещей, как себя должно было повести правительство, если одна сторона уничтожила миллионы людей и заявляет, что... А вторая сторона, в принципе, массовыми расстрелами вообще не баловалась. На кого в первую очередь подумают? Для всех это было уравнение с одним неизвестным. То есть ни англичане, ни американцы, никто этому делу не поверил. А вот посмотрите, как себя ведет польское правительство. Я даже зачитаю заявление, после которого были разорваны дипотношения. Мы привыкли к лжи германской пропаганды и понимаем целью о последних разоблачений. Однако ввиду обильной и детальной германской информации, то, что я сказала, это обильно и детально, касательно обнаружения тел многих тысяч польских офицеров под Смоленском и категоричного утверждения, что они были убиты советскими властями весной 40-го года, возникла необходимость расследования компетентным международным органам, таким как Красный Крест. И что сказано, говоря простым языком. Мы знаем, что Геббельс врет, понимаем, что немцам надо отмазаться от массовых убийств, но поскольку они очень громко кричат, что это не они, то, может, все же русские. Вот смысл этого заявления примерно следующий. Почему наши были против расследования Международного Красного Креста, это понятно почему. Потому что, понимаете, наших там не было. МКК туда приедет, посмотрит то, что покажут ему немцы, только немцы, сделает выводы из того, что покажут ему только немцы и уедет. Ну, а если бы там были наши представители, они бы не дали показывать им, как только... А кто туда пустит наших представителей, если там, если Смоленцы находятся под немцами? Это же будет, извините меня, апрель 43-го года. Наши освободили только в сентябре. Кто пустит туда наших представителей? Но они же предлагали сделать совместную комиссию. Не предлагали. Немцы? Нет. Нет, поляки хотели Международный Красный Крест. Тем более, что поскольку над ними будет стоять еще и эсэсовет с автоматом, им будет дано понять, что если они не подпишут то, что надо, то они могут вообще оттуда не уехать, как поступали с так называемыми независимыми экспертами, которым выкручивали руки, пока они не подписывали. Они не хотели даже, понимаете, даже те, которые из стран, которые были под немцами, далеко не все хотели это подписать. Но им, в общем-то, выкручивали руки и намекали, что они вообще не вернутся домой, если не подпишут. Естественно, в таких условиях наши были против расследования МКК. А вот теперь смотрите, что заявило польское, вот заявление польского правительства в изгнании, которое у нас вообще не переводилось, до тех пор, пока какой-то доброход из интерната не перевел его с английского на русский. Это чисто, это частный перевод. Польское правительство поручило польскому послу Швейцарии обратиться в Международный Красный Крест в Женеве с просьбой направить делегацию, которая могла бы на месте установить истинное положение дел. То есть, для поляков получается задача с двумя неизвестными. Более того, это для начала с двумя неизвестными. А теперь давайте слушаем дальше. Польское правительство отказывает немцам в любом праве использовать это преступление в собственную защиту. Глубоко лицемерное негодование немецкой пропаганды не скроет от мира много жестоких преступлений, которые продолжают совершаться против польских людей. Не для того, чтобы дать возможность немцам заявить наглые претензии и изобразить из себя защитником христианства и европейской цивилизации, Польша приносит огромные жертвы, борясь и вынося страдания. Польское правительство осуждает все преступления против польских граждан и не дает права сделать на них политический капитал тем, кто сам повинен в подобных преступлениях. По мнению польского правительства, кто расстрелял поляков? Исходя из этих фраз. НКВД. НКВД. Между тем, ведь никто ничего не знает. Никто ничего еще не расследовал. То есть для поляков априори убили русские. Какая реакция Сталина? Естественно, Сталин тут же разорвал дипломатические отношения. Тем более, что польское правительство в изгнании ему 100 лет не сдалось. Толку от него не было ни малейшего. И что это было за правительство? Это в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Польша продержалась 17 дней, после чего польское правительство удрало во Францию. И там и объявило себя правительством в изгнании. И при этом с Советским Союзом у него не было дипломатических отношений до начала 1941 года. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, как бы установилась, начал даже формироваться польский корпус, от которого толку не было ни малейшего. Сначала пытались выпихнуть на фронт у нас, но не вышло. После чего его отправили в Иран. Вы про армию Андерса? Да, про армию Андерса. И теперь уже союзники пытались заставить их воевать, но забегая вперед, сказали, что так и не получилось. Ну, а войско Польска? А войско Польска? А вот это уже после разрыва дипломатических отношений с польским правительством в изгнании наши и начали формировать войско Польское. Дивизию Костюшка. Это совершенно другие поляки. Они не признавали Лондонского правительства, ему не подчинялись. И, в общем-то, результатом дипотношений стало только долгие гнилые разборки между армией Краёвы и армией Людовой. То есть, армия Краёвая это партизаны, подчиняющиеся Лондону, армии Людовой, партизаны, подчиняющиеся Москве. Никаких других результатов не было. И толку нам с этого польского правительства не было никаких. Держаться за них не было смысла. А показать зубы, в общем-то, было надо. А то начнут полоскать на каждом углу и вытирать ноги. И теперь уже и наши союзники задумались вообще, а вот стоит ли все говорить? Что они думают? Так что, дело было так. Поляки заявили, что это НКВД, Сталин в ответ разорвал дипломатические отношения. Елена, все равно интересный вопрос. Если поляков расстреляли осенью 41-го года немцы, то получается, что Геббельс ждал два года, чтобы устроить эту шумиху? Ну, правильно. Почему сразу ее не устроили? Потому что еще до начала 43-го года война развивалась для немцев благоприятно. И зачем что-то устраивать? Они и так вот-вот победят. А вот после Сталинграда, когда стало ясно, что уже все плохо, естественно, тут надо попытаться поссорить Советский Союз со всеми. Тем более, это же ничего немцам не стоило. Там денег особых не надо, усилий особых не надо. Вы думаете, коты не одна была? Да ничего подобного. Этих коты не было. Вагон и маленькая тележка. Вот могу привести несколько примерчиков. Давайте. Например, когда немцы только вступили в Польшу, министерство пропаганды сразу начало кричать о массовых убийствах поляков, вживших в Германии. Называется Бромберская котынь, где говорится о том, как злые поляки убивали мужчин, женщин и детей немецкой национальности в Польше. Когда они вступили на советскую территорию, когда немцы вступили на территорию Советского Союза, там вышла книжечка «Письма солдат с Восточного фронта домой», где рассказывается о жутких зверствах большевиков в городе Львове. Что вот, значит, немцы заняли Львов и во львовской тюрьме обнаружили там кучу трупов, беременных женщин, подвешенных за ноги с распоротыми животами. Больше всего меня восхитили, значит, по-моему, 300 детей от 2 до 17 лет, прибитых гвоздями к стене и расстрелянных. Это же понимаете, что вот немцы подходят ко Львову, и чекистам больше нечего делать, как ловить на улицах детей, прибивать гвоздями к стене и расстреливать. Дети-то в тюрьмах не содержались. Так что уже одно это достаточно замечательный документ. И так продолжалось все время, постоянно. Вот, например, в то же время, что и Катыни, министерство пропаганды стало раскручивать то же самое и в Виннице. В Виннице там было еще умилительней, поскольку в Катыни там были могилы хотя бы в лесу, а в Виннице, злобная НКВД проводила массовые расстрелы и закапывала свои жертвы. Угадайте, где? Центр города. Вот оперный театр, вот управление НКВД, за ним скверик, ЦПКО. Вот в этом самом ЦПКО они расстреливали свои жертвы в 1937 году. Да, вот именно в центре города, а потом над ними разбили парк, устроили детские площадки на массовых могилах, вот в НКВД больше было нечего делать. И более того, ведь в Советском Союзе была контора воистину великая и ужасная, которая была гораздо круче НКВД. Почему она-то смолчала? Вот что за контора, как вы думаете? Контора страшная, имевшая колоссальную власть, называлась на санэпидстанция. И если ты устраиваешь такой рассадник неизвестный чего в центре города, ты сам пойдешь под расстрел, и никто тебя не спасет. Потому что санитарный врач сказал, это все. Эпидемии там боялись гораздо больше, чем политических врагов. Ну, конечно же, на НКВД это не надо было бояться окруженцев и партизан, правильно? Они могли вывезти в лес, как они, собственно, и делали, и там расстрелять. А в центре города хоронили тех, кто боялись окруженцев и партизан в городской черте. Вот в городской черте опять же раскопали несколько тысяч трупов и устроили абсолютно то же самое шоу, что и в Катыни. Но поскольку там не было кому подхватить провокацию на Западе, бандеровцы почему-то смолчали, у них, наверное, другие дела были в то время, поэтому она заглохла. Но самое замечательное было, когда за дело взялись румыны. Румыны, естественно, устроили то же самое. Но они нашли массовые могилы в Одессе в районе, который назывался Старая Свалка. Тоже их раскопали. И как все, что делали румыны, это было отмечено совершеннейшей шизой. Например, вот эта шиза, они стали искать доказательства. Нашли кастрюлю с дыркой. Внутри кастрюли почему-то оказался череп. Наверное, сами положили. Они сделали предположение, что поскольку палачи не могли смотреть в глаза своим чертам, они надевали им на голову кастрюлю и через кастрюлю стреляли в затылок. Как вам такое объяснение? Это реально. Это вот румыны вот так объясняли. Или, например, нашли галошу, а учитывая, что это была со свалка, там могли найти все, что угодно. Долго ее царапали, нашли надпись «Треугольник», но решили, что все-таки галоша фирмы «Треугольник» не может быть доказательством преступления большевиков, поэтому галошу выкинули. Это все рассказывают свидетели. Поскольку там это немцы присылали своих патологоанатомов, а румыны ничтоже с умняш все привлекли местные кадры. Местных патологоанатомов, местного фотографа. Делал, значит, заключение, что давность трупов не дольше двух лет, как-то вот так вот. Приехал заказчик, вычеркнул «не». Ему спросил, что ты вообще делаешь? А заказчик сказал, ну, потому что если не дольше, то это мы, а если дольше, то это большевики. Значит, «не» тут неуместно. Вот так вот проводили румыны устраивали свою Катынь. Это было огромное количество провокаций, чисто пропагандистская шумиха. В общем, дело житейское, недорогое, так почему не устроить? Ну и, конечно, попытка поссорить поляки, гондонские поляки, хоть какие-то союзники. Может быть, если повезет, могли бы и с англичанами поссорить, но благодаря вот такой реакции Сталина все-таки англичане не решились. У каждого преступника есть свой почерк. Почерк? Что вы имеете в виду? Выстрел в затылок? Вообще, у любого преступника есть свой почерк. СС-овцы не стреляли каждого по отдельности в затылок. Да кто им сказал? Косили всех с пулеметов. Да кто им сказал? Ничего подобного. Как раз, вот как раз они-то и стреляли, понимаете? Из пулеметов. Из пулеметов косили не СС-овцы. Дело в том, что почерк как раз был одинаковый, почерк профессионалов именно выстрелил в затылок, чтобы, так сказать, быстро, и, кстати говоря, это все-таки наиболее легкая смерть из всех возможных. Дело в том, что за расстрелом занимались разные люди. Это так называемые Айнзанскоманды. Айнзанскоманды это подразделение СД, службы безопасности СС. И они шли вслед за армией, и они занимались зачистками. То есть, они зачищали именно в 41-м году коммунистов, ну, много кого. В общем, кого считали нужным, того и зачищали. И именно они стреляли из пистолета в затылок, даже фотографии есть. Широко известная фотография, когда расстрел пленного, когда стоит человек на коленях, и над ним два немца с пистолетами. Наши-то не фотографировались рядом со своими жертвами. Это просто уже потом уже стало известно, что они тоже так поступали. Как раз, а что касается пулеметов, это началось уже тогда, когда казни стали поручать местным кадрам. Вот, например, в Белоруссии в основном развлекались украинские полицаи, набранные большей частью из бандеровцев. Они не были профессионалами, а вот они, да, они и из пулеметов, и как угодно действовали. А почеркань зацкоманды именно таков. Если Смоленск был освобожден в сентябре 43-го года, то почему комиссия Бурденко туда попала только в январе 44-го? Нет, комиссия Бурденко туда попала с самого начала, сразу после освобождения Смоленка. Это была, собственно, не комиссия Бурденко, это была чрезвычайная государственная комиссия, сейчас не буду искать точное название. В общем, она подсчитывала весь урон, нанесенный немцами, и людской, и экономический, и любой. Почему же это первый протокол у Смоленка? Сейчас скажу. Бурденко об этом тоже спросили, за что он задал вполне резонный вопрос. А почему мы, едва приехав, должны были заниматься поляками? У нас, извините меня, 130 тысяч человек только в одном Смоленска закопаны. Они начали, начали со Смоленска, где-то к январю дошла очередь до поляков. А почему они должны были бросить все, заниматься поляками? Что это за царство такие? Пришла, дошла очередь, стали ими заниматься. Как-то это... А вот НКВД, который... Комиссия Бурденко, она занималась вот чисто всем, что творили гитлеровцы. А вот НКВД, который обязан был отслеживать именно политические провокации, вот они работали сразу. И у них сразу были результаты. И к началу комиссия Бурденко, их работа уже была завершена. Это содержит вот такая вот папка, там одних свидетелей больше ста человек. Учитывая, что в самом Смоленске это осталось 10% населения, а возле Катыни одна деревня. Это они опросили всех, до кого смогли дотянуться, и накопали больше ста свидетелей. Это очень большая работа, учитывая, что творилось после освобождения на территории. Вот у них, да, у них все нормально, все безупречно. У них больше ста свидетелей, у них многие другие интересные факты. Например, следующее, что на месте расстрела до войны была, собственно, курортная зона. Это берег Днепра, там шоссе, там пароходы, там железная дорога, там люди ездили отдыхать, там местные жители через лес ходили купаться, там был пионерлагерь, это все установлено, это все доказано, даже документально. Вот как вы себе представляете? Где можно почитать про пионерский лагерь? Про пионерский лагерь? Ну, я это читала в Катынском деле, а в принципе, вот мои книжки можно почитать. Как он назывался? Как-то он назывался, по-моему, про лагерь промстройкассы, как-то так, да. Да, просто я про него так нигде нормально не смогла почитать. Да нет, я читала эту справку в Катынском деле, и, по-моему, даже привожу ее вот в свои книжки про Катын. Наши расстрелы всегда проводились недалеко в городе, но в глухом месте. Он Левашовская пустошь, пожалуйста, от города близко, но это совершенно не дачная зона, и от населенных пунктов достаточно далеко. Вот в таких местах это делали. Почему последние письма семьям польских заключенных перестали приходить после весны 40-го года? А вот это действительно очень интересная тема, но давайте мы о ней поговорим немножко позже. Давайте я сначала расскажу про комиссию Бурденко. Дело в том, что комиссия Бурденко, она ведь... Ну, чекисты, они что сделали? Они сделали всю предварительную работу, они нашли много чего, они нашли людей, которые видели польских беглецов. И беглецы весной 41-го, осенью 41-го года, и беглецы много чего рассказывали. Они видели людей, которые работали до того. Они видели трупы, они видели немецкие веревки, которыми были связаны эти люди. То есть очень много всего нарыли. А потом за дело вступили в суд медэкспорт, и тут начались всякие интересные вещи. Но в первую очередь они не нашли никаких следов работы доктора Бутца. Они просто так удивились этому делу, но сказали, что следов предыдущих вскрытий не было. Не знаю, может быть, он там, конечно, 20 человек вскрывал. Написал 4 170... Он написал 4 тысячи... Почти 4 200. ...с чем-то трупов. Он не говорил, что он столько вскрыл. Ну, фото с этих комиссий, с этой Бутца, они все, ну, скажем так, их повыкладывали с этих ям. Их повыкладывали, но следов вскрытия наша комиссия не обнаружила. И сам Бутц в своей записке, и он писал, что все вещественные доказательства с каждого тела были определены... Вещественные, да. Мы говорим о вскрытии отдельно. Но он же писал про это. Бутц привел там где-то 10 или 15 протоколов вскрытия. Я подозреваю, что это было и все, что он делал. А ему больше было не надо. Зачем ему? Он свой научный интерес удовлетворил. Там человек 15-20 вскрыл. Все рассмотрел, так сказать, полностью распластал. Потом их где-то зарыли, как мясо. Где-то это как? Как вы себе это представляете? Где-то зарыли эти тела. Судя с протоколов Бутца, они потом все эти тела сделали массовое захоронение. Нет, судя с протоколов Бутца, он ни слова не пишет о том, как поступили с теми, кого он вскрывал. Он даже не пишет, сколько он вскрывал. Это он не пишет. Он не пишет про число в протоколе? Про число вскрытых им нет. Он только про число трупов пишет. Мне было очень интересно, сколько он вскрыл, но как бы то ни было, наша комиссия никаких следов вскрытия до того не обнаружила. Поэтому чем там занимался доктор Бутца, вообще загадка великая. Но нашли кучу всего интересного, поскольку когда очень много что-то делаешь, всегда лоханешься, поэтому они нашли и документы датированные с 40-м, 41-м годом. Как могли там оказаться документы, если тот же Бутц писал, что результаты эксгумации были опубликованы, а все найденные вещи и документы немцы приняли в Краковский институт? Ну, а вот смотрите, шинель посмотрели? Да. А допустим, во внутреннем кармане кителя квитанция на золотые часы, которые он... Ну, вот он золотые часы у него отобрали, дали квитажку, что они там лежат где-то в лагере. А ему нужны были деньги, он попросил их продать. Ему продали, дали деньги, дали квитажку, он квитажку сунул во внутренний карман кителя. Наши-то подробно работали, старательно. И вот они... То есть комиссия, получается, могла просмотреть документы во внутренних карманах? Они это и делали, что Буц писал, что половина тел там были просто как мякоть. Так это, может, половина, а вторая-то половина осталась. И с этой половиной они могли как-то просмотреть документы? То есть они, получается... Ну, они о мякоти не писали, им тела привозили в палатки, в которых они работали, они сами в этих могилах не рылись, и вот что привозили, то не вскрывали. Ну, естественно, привозили из котенских могил. Потому что четко поляки, в форме. И где-нибудь там, допустим, вот эта квитажка у него во внутреннем кармане кителе заварялось. Они же там не шарили во внутренних карманах, правильно, во всех. Почему? Они искали в этих телах доказательства, что это сделали. Немцы, оно им надо. Они в карман шинели засунули там какие-то бумаги. Причем смешно засунули. Вот, например, там почему-то очевидцы вспоминают о большом количестве польских денег, рассыпанных там. Вот представьте себе, лагерь военнопленных, да? Вот зачем пленным в карманах носить пачки польских зод, которые им ни для чего лагеря не нужны и вообще уже деньгами не являются. Но если они их как сувениры держали, они бы их держали в чемоданах. А в карманах зачем их таскать? Немцы работали очень топорно. Раскидали эти золоты. Это было чисто пропагандистская шумиха. Они даже не предполагали, что это будет иметь какие-то далеко идущие последствия. Поэтому, ну вот, рассказываю дальше. Естественно, ну, не сказать, что там тонны документов находили, но пару десятков нашли. Вот квиташечки, письма, там открыточки какие-то. Что-то там, что носят у сердца, они раскопали. А что самое интересное, они когда, когда они мерили входные отверстия, они обнаружили, что отверстия-то разные. Там не все 7,65. Некоторые из них были маленькие, из маленького оружия, но это бог с ними. А некоторые были больше 8, даже больше 9 миллиметров. А вот крупнокалиберного оружия в Советском Союзе не было в принципе. Ни крупнокалиберного оружия, ни патронов для него. Их просто не было. То есть, они не могли состоять на вооружении в НКВД, потому что они не производились, не закупались, и патроны к ним тоже не производились, и не закупались. Если дырка больше 8 миллиметров, это четко немцы. Это как детский труп абсолютно доказательство, что это немцы. Вот если хоть в одной могиле хоть один детский труп, могила немецкая, так бабки не ходи. Так же и здесь. Если дырка больше 9 миллиметров, значит работали немцы. Ну и после чего, значит, после чего провели пресс-конференцию. В принципе, журналистам там показывали, у кого были крепкие нервы. Каким журналистам? Там присутствовали корреспонденты. Это вы про комиссию? Про комиссию Бурденко, естественно. Немцы возили своих журналистов. А мы каких журналистов возили? Мы тоже возили. С каких стран? По-моему, из всех кто хотел. Не немецких, конечно. Немецких понятно. Просто я слышала, что на комиссию Бурденко как раз наша сторона не позвала ни одних журналистов союзных государств. То есть у нас была своего рода закрытая комиссия. И возникает вопрос, почему? То есть ни одного заключения союзных ни журналистов, ни патологоанатомов. Вы знаете, пресс-конференция там была. Что касается... Я не думаю, что журналисты хотели смотреть, как потрошат трупы. Вряд ли это им хотелось сделать. Но в любом случае... А экспертов союзных государств приглашали? Почему нет ни одного заключения? Если хотели сделать... Диана, скажите, а зачем? Чтобы доказать, что это сделали не мы. А зачем доказывать, что сделали не мы? Диана, разве... Диана, разве у кого-то в 43-м году были сомнения, что это сделали немцы? Для чего тогда была сделана комиссия Бурденко опять этих... Комиссия Бурденко работала в русле комиссии ЧГК. И не забывайте, что у комиссии Бурденко, в отличие от доктора Буца, опыт был громадный. Они только и делали с 41-го года, что раскапывали общие могилы и изучали трупы. Вот они могли как раз делать заключение, когда эти люди расстреляны. Буц не мог, поскольку у него не было общих могил. А наши могли. Немцы им предоставили огромный материал для исследований. Они вот с конца 41-го года только этим и занимались. Они пригласили союзных экспертов, это как-то неосмотрительно, чтобы эти заключения были все-таки подтверждены. Вы знаете, у меня в книжке есть вот такой пример. Некий мужик обнаружил у себя сифилис и думает. Он имел секс со своей женой, естественно, как положено, и там месяц назад по пьяни с вокзальной проституткой. Вроде бы ясно, откуда сифилис. Но теоретически... Почему? От проститутки? Но теоретически. Ведь жена могла с кем-то спать, может быть. Он ей подозрение высказал, получил по морде и заявление о разводе. Думаю, что-то на себя не осмотреть, не ведет. Ведет, наверное, виновата. Вот это у меня любимый пример как раз. С какой стати мы должны были в 43-м году, когда провокация еще не получила дальнейшего развития, что-то доказывать? Может быть, нам нужно было проверять авторство и остальных 400 тысяч расстрелянных? Как вообще? Тем более, что наши как раз... А чем нам могли помочь союзные эксперты, если у них не было опыта такой работы? Они же не копали массовые могилы. Ни у англичан, ни у американцев такого опыта не было. Чем бы они помогли? Сказали бы, как Буц, мы не знаем, науке неизвестно нашей. Это у наших опыт был. Наши могли что-то сказать в этой теме. Были ли списки интернированных польских офицеров, попавшие в советские лагеря? Ну, конечно, были списки. Почему интернированных? Тогда они считались военнопленными? Нет. В 39-м году они считались интернированными. После 17 сентября, если не ошибаюсь, 19 сентября Берия издала указ, что назначил Сапруненко командующим создали 8 лагерей как раз для интернированных, потому что мы... Понимаете, в общем-то их статус был, конечно, скользкий. До декабря месяца, когда польская... Формально они не были военнопленными, но проходили не по управлению военнопленных, и в документах они назывались военнопленными. А почему-то лагеря были управления интернированных? Не управления, почему? По военнопленных. Управление Сапруненко как раз занималось делами военнопленных, и в документах они шли как военнопленные. Ну, у нас просто во внутренней документации у нас не заморачивались такими вещами. Возможно, внешне как-то иначе называлось. Я читала внутреннюю. Ну, и все же были списки? Конечно, были. Списки, те, которые были расстреляны в Катынском лесу, в какие списки попадали? Были ли эти расстреляны у нас? А кто-то их видел, эти списки? Ну, я у вас спрошу. Я не знаю. Они должны быть. Они должны лежать. Это не те документы, которые уничтожаются. Просто у нас было взято в плен... Просто по этим спискам было бы более понятно. Будем говорить, взято в плен около 130 тысяч поляков, самых разных. Ну, с большей частью очень быстро разобрались. То есть, те, которые на нашей территории проживали, их отпустили по домам. Те, которые на немецкой, это рядовой состав, передали немцам. Осталось около 40 тысяч. Из них тысяч 20 использовали в промышленности, не хотели отпускать. А как же это в армию Андерсона было порядка 75 тысяч? Если вы говорите, 40 тысяч осталось. А еще было войско польское с дивизией Костюшка. Я вот особо не разбиралась. Во-первых, какие-то поляки жили еще сами по себе в Западной Украине, Западной Белоруссии. И сами по себе. Они, кстати, многие ушли от немцев и оказались среди эвакуированных. Там какие-то были выселены после поляков. Там много было, не только же военные. Но Андерс собирал только с военнопленных и интернированных. Нет, Андерс почему же нет? Андерс собирал добровольцев вполне успешно. Не только военнопленных и интернированных. Иначе бы он столько и не набрал. Ну, я понимаю, что вы говорите, а ты тут же подписываешь трудовой договор с той же конторой, в которой работаешь, и остается. Оставешься. Оставались охотно, потому что платили там хорошо, мягко говоря. Да что говорит, на советские шахты рвались безработные города Львова. Шахтерам платили очень хорошо и дорожным рабочим тоже. И 8-часовой рабочий день, и весь социальный пакет. Так что, в общем-то, пленные не имели ничего против перемены статуса. Но так поступали в основном с теми, кто и так был с нашей территории. Ну, и оставались офицеры. Вот с офицерами там все гораздо интереснее. Что вообще с ними делать, как вы думаете? По домам отправить. По каким домам? Там, где они жили. До Первой мировой войны, до Второй мировой войны. И что потом? Все, и пусть живут теперь. А-а-а. Вот смотрите. Отправляем по домам тех, кто на нашей территории. Исходя из того, что офицерский корпус настроен антисоветский, и, в общем-то, они считают Лондонское правительство своим правительством. А Лондонское правительство... Тогда еще Парижское. Ой, Парижское, да. Ну, тогда Парижское, извини, оговорилось. А Парижское правительство к тому времени создало союз вооруженной борьбы для партизанских действий на немецкой территории и на советской. При этом немецкая часть, у которой была больше руководил полковник, а советская целая генерал. И зачем нам для этого союза вооруженной борьбы поставлять рекрутов? Оно нам надо. Вот надо оно что? Надо самим, извините меня, оплодить перед войной диверсантов и пособников Гитлера. Никогда в жизни. Смотрите дальше. Отпускаем мы по домам тех, кто на немецкой территории. А то, что Гитлер полезет на нас, это к бабке не ходи. Эти офицеры настроены антисоветски, в общем-то, пронемецки, невзирая на то, что немцы на них напали. Нужно нам, чтобы на немецкой территории был костяк будущей польской армии, которая пойдет в нашу территорию вместе с вермахтом. А нам надо? Вот надо оно нам, Диана? Не надо. Более того, когда немцы на нас полезут, мы, конечно, будем формировать польскую армию. Нужен нам костяк офицерский? Конечно, нужен. И вот встал вопрос. Это чисто моя версия. Я не знаю, чем ее подкрепить пока что, поскольку документов вообще никаких нет по полякам в доступе. Но она хотя бы логична. Значит, что надо делать с немцами? Их надо спрятать. С поляками? Их надо спрятать от немцев. Гитлер, естественно, потребует их выдачи. А что в это время на польской территории делает Гитлер? А Гитлер в это время на польской территории проводил операцию Таненберг, заключавшуюся в уничтожении польской элиты. И сделали очень простую вещь. Их просто спрятали. Им запретили переписку, они исчезли. Им поменяли статус. Но статус поменять нетрудно, в принципе. За антисоветскую агитацию какую-нибудь от трех до пяти лет и по управлениям. Но им запретили переписку, они как бы исчезли для немцев. То есть, получается, с ваших слов, все эти польские офицеры должны были быть переданы немецкому? Не все. Те, которые были переданы, я же говорю, они делились на две части. Которые с нашей территории, это будущий актив Союза вооруженной борьбы. Так. А те, которые на немецкой территории, будущий костяк польской армии вторжения, которая союзник Гитлера. Оно нам надо, оно нам не надо. Так мы вообще не передавали польских офицеров на немецкую сторону? Офицеров? Окупированные Польшей. Ну, за вообще не скажу. Может быть, кого-то и передавали, но в массе нет. А как вообще происходил этот обмен? По спискам? Одного на одного или как? Да нет, просто те, которые с немецкой территории, немцам, да, вывезли на границу и отправили. Нет, с нашей территории. С нашей территории вывезли на границу и отправили. Списки есть? Да должны быть. Немцы же тоже передавали. Наших, естественно, прогоняли через фильтрационные лагеря, поскольку это прекрасно для засылки агентов, лучше канала не придумаешь. Ну, потом, в общем, тоже их отпускали. То есть, получается, что мы, чтобы сохранить полякам жизнь, перестали пересылать их? Не сохранить полякам жизнь. Жизнь мы могли и так сохранить. А чтобы не передавать их немцам. Так, а на каком основании мы передавали этих поляков, которые до конфликта 1939 года жили на польской территории? На основании договоренности с Гитлером. Те, которые... Они должны вернуться по принадлежности. Вот откуда они родом, оттуда они должны вернуться. Вы что, сказали, что они все вернулись? Мы передали. Не все. Нет, вернулись рядовые. Офицеры? Мы не возвращали офицеров? Нет, не возвращали. Нам не было в этом никакого интереса. Возможно, кого-то, возможно, и вернули. Но большую часть нет. И при спогонях отправили в лагеря дожидаться начала войны. Вот и все. Правда, не совсем удачно отправили, но офицеры, в общем-то, обнаруживались и в других местах. Но в меньшем количестве. В каких? Слушайте, тут в книжке это есть, но я сейчас не хочу в ней рыться и искать. Они на севере обнаруживались. Там очень странные документы. Польские офицеры из западной части Польши? Просто польские офицеры, бывшая польская армия. С какой части Польши не конкретизировалась. Но, по крайней мере, это логично. Это единственное, ради чего их стоило прятать. Чтобы не передавать Гитлеру с такой целью. Наши не собирались облегчать положение немцев, невзирая на все пакты Молотова и Петрова. Ну, если письма до весны 1940 года проходили через Германию, ну, через Польшу, оккупирование Германией, то немцы должны были знать списки. Ну, скажем так, какие письма ходили. Они бы задали вопрос, а где вот эти... Я просто думаю, что немцы решили, что мы их расстреляли. Поскольку они сами в свое время успешно расстреливали поляков, тогда же, в то же время. И поскольку они знали о 1937 году, который был всего два года назад, то, естественно, они предположили, что наши их расстреляли, а наши их не стали разубеждать. Вот это единственное объяснение, которое пока что у меня на сегодня есть, вот этого финта с ними. Более того, там есть один документик, где очень интересную вещь говорится. Там человек, который фильтровал, кого, значит, в Грязовецкий лагерь, для кого на особое совещание, он говорил, я составил списки только на женатых, а на холостых оставил, а поскольку холостые нам не нужны. Вот и непонятно почему. То есть явно какая-то была интрига. Скорее всего, женатые, потому что именно из-за активности семей, которые они разовьют, немцы должны были подумать, что их расстреляли. Давайте пора с ним. Получается, в 1941 году наши отступают под Смоленском. То есть все вот эти военнопленные, которые были под Смоленском, в трех этих лагерях. Там было три лагеря. Общим числом, по-моему, 7-8 тысяч человек. Вот. И получается, немцы наступают, наступают. И что происходит с этими лагерями? Что происходит? Наши не знали, во-первых, что Павлов откроет фронт, и не предполагали, что немцы через пару недель уже окажутся под Смоленском. Судя по рассказу коменданта одного из лагерей, он поехал добывать вагоны. Вот по крупицам собираем. Вагонов ему не дали, поскольку совершенно непонятно, почему надо возить здоровых мужиков, когда есть заводское оборудование, детские дома и много всего другого, что надо вывозить. После чего, насколько я понимаю ситуацию, им продолжили идти пешком, они отказались. Поляки? Да. Ушла охрана лагерей, по крайней мере, в одном из лагерей ушли евреи из числа польских офицеров. Поляки не пошли. Они к немцам относились в принципе лучше, с этих трех лагерей ни один польский офицер не пошел. Почему? Кто-то может и пошел. Евреи, во-первых, пошли. Нет, не польские офицеры. Так, а евреи тоже могут быть польским офицером. Польские офицеры польского происхождения. Да, но кто-то пошел, кто-то, большая часть не пошла. А те, кто пошел, почему нет ни одного, скажем так, документированного документа? Да, да есть они там, у меня есть голова перья с хвоста комета, там есть, находили их следы. Те польские офицеры, которые ушли в 41-м году с одного из этих трех лагерей. Да, там несколько человек, они, по-моему, евреи, но все-таки они были польские офицеры, и их нашли. Что поменялось, если в 39-м поляки, наоборот, решали, что лучше сдаться в плен к советской стороне, чем к пленцам? Так они не решали, понимаете? Почему они туда не пошли? Те войска, которые находились на Западной Украине и Западной Белоруссии, естественным образом попали к нам. Они же не выбирали, кому по ним попадать. Так вы только что сказали, что в этих трех лагерях были те, которые проживали на западной территории Польши, оккупированы, и поэтому им передавали письма. Диана, наверное, не очень четко выразилось. К нам в плен попали те, кто был на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. И, соответственно, они могли проживать на немецкой территории, на нашей территории. Это как получится. Это же армия. Куда пошлют, там служишь. И, насколько я поняла, офицеры, в общем-то, не сильно освобождали. Во-первых, они были большей частью настроены антисоветски, как и положено нормально, даже антироссийски, как положено нормальному польскому офицеру. А те, которые были настроены просоветски, их, конечно, использовали как внутрилагерных осведомителей. Зачем их освобождать? Они нужны. И так. Так, и они все отказались идти. Три лагеря получатся... Ну, кто-то, большая часть отказалась. И немцы, получается, оккупируют нашу территорию и приходят, и три лагеря, получается, без... Ну, и никто не убежал ни в лес, ни... Кто-то убежал. Почему? Они бегали, их ловили, стреляли. Почему? Бегали. И комиссия Бурденка нашла людей, которые видели тех, кто бегал. Но вот что с ними было потом, это я нечаянно совершенно нашла в протоколах Нюрнбергского процесса. У нас же читают книжки, у нас же не читают протоколы. Я полезла в первичный протокол, мне стало интересно. Я нашла очень интересный нюанс, что, оказывается, там где-то буквально в нескольких километрах находилось не что-нибудь, а штаб группы армий-центр. И вот представьте себе, значит, берут они три лагеря, готовые рабочие команды. К немцам настроены в общем-то гораздо лучше, чем наши пленные. А тут нужно строить ставку группы армий-центр, штаб. Ну, взяли, построили. Как немцы строили секретный объект? Они брали пленных, использовали их, а потом расстреливали. Пример есть такие? Да сколько угодно. Допустим. Ой, слушайте, я его сейчас... Навскидку я не могу сказать, это надо искать в материалах Нюрнберга, но это общепризнанная немецкая методология, никто никогда ее не оспаривал. Именно так они строили секретные объекты. То есть, да вот так же и с трупами в Катынском лесу разбирались, тоже была секретная работа. Взяли 500 пленных, поюзали и расстреляли. Кто-то убежал. Повезу их. То есть, они все время так поступали, чисто для сохранения секретности, соответственно, построили с их помощью и в сентябре, вот перед тем, как заехать, расстреляли. В сентябре 41-го? 41-го, да. Это общепризнанная совершенная методология. Общепризнанная кем? Ну, это так же общеизвестно, как то, что немцы убивали евреев. Общеизвестно кому? Всем историкам войны. Фамилии? Яна? Да. Давайте мы не будем задавать таких вопросов. Вы на что потребуете от меня фамилию человека, который мне сообщил, что война началась 22 июня 41-го года. Нет, просто мне интересна какая история. Я не могу найти ответы на эти вопросы. Я думаю, вы мне подскажете. Нет, ответа фамилии человека, который первый это сказал, я этого не скажу. Мы это еще в школе проходили в свое время. Почти половина поляков была расстреляна в Тверской области, куда немцы не дошли. В Рочи, в Медном, никогда не бывшем в оккупации, обнаружены массовые захоронения людей в польской форме и с польскими документами. Там не было массовых захоронений людей в польской форме. Там нашли какие-то массовые захоронения, учитывая, что там находился военный госпиталь, а, по-моему, удивляться этому не приходится. При этом их даже не подсчитали, а поскольку рыли поляки, и где-то они нашли, по-моему, 19 человек в польской жандармской форме, по-моему, 19, это сильно не 10 тысяч, правильно? Это было про Медное? Про Медное, да. То есть всего там где-то 15 человек? То, что там были убиты поляки, это вообще не доказано. Просто вот то, что в Катыни были поляки, это как бы не оспаривается. Там много трупов в польской форме. В Медной этих трупов никто не видел в польской форме, а массовые захоронения, в общем-то, извините, военный госпиталь из военных госпиталей, трупов там было дофига. Официальные показания о массовых расстрелах польских офицеров дали дожившие до перестройки бывший начальник управления НКВД по Тверской области Токарев, бывшие сотрудники госпезопасности Сопруненко, Сыромятников, Титков, Ноздрев, Климов, Дорниченко. Я читала только показания Сопруненко и Токарева. Это получается, они все лгут? Для чего? Для чего? Да. То есть мы одним верим, а одним не верим. Мы будем как-то... То есть тот дед, который бегал по лесу, мы верим ему как свидетелю, а все-таки начальники управления НКВД, они все-таки все будут. Мы сейчас будем говорить о Токареве или в разделе провокации? Лучше сейчас. Давайте сейчас. Про Сопруненко я видела видеозапись, там стоит старый дед, который уже ничего толком не понимает и говорит, типа, понимаете, очень просто было заставить отдать показания. Геноцид сроку давности не подлежит. Подходит дедушке, говорят, либо ты нам сейчас скажешь то, что нам надо, а дедушка там лет под 90, либо ты кончишь свои дни в тюрьме. Ну, естественно, дедушка говорит то, что им надо. Это что касается Сопруненко, он был старый, больной, и скоро после этого умер. А вот Токарев, это совсем другое дело. Показания Токарева, я не то, что читала, а мой соавтор, мы думаем, где бы нам взять показания. Я говорю, Иван Иванович, сходите-ка вы в мемориал. Я человек одиозный, а вас они не знают. Сходите. Он сходил, он принес видео. Я его посмотрела, я его расшифровала. Сидит потрясающий дедушка и дает совершенно немыслимые показания. Поляков привозили? Привозили, привозили. А как вы их доставляли? А у нас черный воронок был. Один воронок был? Один воронок. А как же вы им перевозили? А так ездил. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Расстрелили? Да, да, приехал комендант, значит, приехал, ходил в черном, в кожаном этом, в кожаном переднике, в кожаных крагах, с чемоданом, в чемодан вальтеров привезли, сидели в вагонах на путях. То есть, конечно, комендант НКВД самолично приехал расстреливать каких-то поляков. Плюс еще два начальника управления. Правда, каждый раз он называл разных, но это уже подробности. Вот они, им нечего было делать, кроме как самолично расстреливать поляков. Потом в разделе провокаций мы поговорим подробно. Дальше что? Вели их в подвал. Да, в подвале, значит, спрашивали фамилию. Там 18-летние мальчики, мне было их так жалко, ему 18 лет, его расстреляли. А я спросила у товарища Батяна, который прообраз майора Вихря, который был как раз в этой армии, в какого возраста призывали в польскую армию? 21-го года. То есть, дяденька врет во всем, что может быть известно ему, но неизвестно тому юному прокурору, который его допрашивал. Дальше, как их там? Ну, потом их вели, значит, была у нас такая тюремная камера с выходом во двор. Так, где убили тюремную камеру с выходом во двор? Вот там, значит, воевкам, и там их всех расстреливали. Мне специалист по оружию говорит, что после там 20-30 выстрелов они бы все там задохнулись, и расстреливать не надо. Кто же проводит массовые расстрелы в замкнутом помещении? Они все от пороховых газов сдохнут. И так в каждой фразе. Просто в каждой фразе. Это совершенно дивные показания. Я восхитилась этим старым чекистом, который каждым своим словом дает понятие, я работаю под контролем, мне выкручивают руки, и выяснилось, что двор помещения НКВД прекрасно, значит, просматривался со стороны соседних домов, которые были выше здания НКВД. Там сидит такая Марья Ивановна. Вась, а что это чекисты делают? А ты что, не знаешь? Они каких-то иностранных солдат расстреливают. Третий день воронок бегает по коленям взад-вперед, взад-вперед, а ты где вообще была? Почему не видела? Если бы эта операция проводилась так, звон стоял бы по всей области. А тем не менее, ни одного свидетеля не нашли. Вот когда расследовали расстрелы чекистов в Куропатах, в 90-х годах нашли кучу свидетелей. В Калинине ни одного. Как Нюрнбергский процесс отнесся к Катинскому делу? А вот это уже очень интересно. Мне стало интересно, почему, собственно говоря, такая вещь, достаточно безупречная, не вошла в протокол. И мы полезли в стенограммы, не в итоговые книги, а именно в первичные стенограммы, только там уже что-то путное найти, и нашли. Значит, каким образом в Нюрнберге работали наши? Ну, насколько мне кто-то говорил, не помню, я это не проверялось, что вроде была договоренность к Катыни не трогать, но кто-то ее тронул, поэтому что сделали наши? Там работало три девчонки. Вот как раз в то время там, значит, был дом отдыха НКВД, тоже странно извращенно это, расстрелили возле собственного дома отдыха. И, значит, там было три девчонки, когда немцы пришли, там занял какой-то, как они назвали, страйбат, но реально это оказался полк связи. А поскольку полк связи он там тоже транширил, то неудивительно, что девчонки страйбатом мы перепутали. И эти три девчонки, значит, они видели там, они видели, слышали выстрелы в лесу, видели, как вели поляков, как приходили эти окровавленные какие-то там два унтера, они их уже потом знали, шли в баню, потом пьянствовали, все это не видели. А чего они не видели, они, пытаясь на ломаном русско-немецком языке изъясняться, они сказали, что командир того полка был такой Арнис, как они сказали, реально Аринс. Вы же понимаете, им не представляли руководство. Ну и выяснилось, что Аринс был третьим командиром этого несчастного полка, который заступил в ноябре. А исходя из свидетельских показаний, обвинения предъявили ему. Естественно, он легко от него отбрыкался, сказал, что, ребята, я вообще в ноябре там был. Какие ко мне вопросы. А второму, который его предшественнику не предъявлялся, он, по-моему, был убит. Когда спрашивали свидетелей, генералов из группы армии, центра его, руководителей, те, конечно, ну я не я, лошадь не моя, я не извозчик, но как только наше обвинение произнесло слово «Айнзацкоманда», знали ли вы, значит, проходили ли через вас телеграммы от «Зайцкоманд», обвинение вскочило, как в попу, стукнутое штыком в известном фильме «Офицеры», вы моих подзащитных дела СД не путайте. Они с СД ничего общего не имели. Защита вскочила, естественно. Они ничего общего с делами СД не имели. Чем, собственно, и расписались. Кто все это делал. Ну, вы же понимаете, что искать руководителя «Айнзацкоманд» во время процесса уже никто не стал. Поэтому в приговоры не вошло. А не потому, что расстреляли наши. Вот, товарищ господин Арнен сумел отбрехаться. А прочие свидетели, даже если что-то знали, неужели вы думаете, они скажут, мы знали, что там работали «Айнзацкоманды»? Никогда в жизни они этого не скажут. Они что, чтобы самим себе петлю с дерева снимать? В 1945 году, когда Германия проиграла, и немецкие части сдавались поголовно, многие архивы были взяты, не успели уничтожить их. Были обнаружены такие записи, что немецкая сторона, получается, фиксировала вплоть до поштучных человек, где сжигались вас венцами, какие были печи. То есть на себя при разборе Нюрбинского процесса многие немцы на себя прямо компромат писали. Почему ни одного документа нету по Катынскому делу? То есть ни одного ни записки. То есть получается, что немцы своей пунктуальностью ни одного документа не оставили? Да вы понимаете, исполнители, деятели организации команд образца 1941 года, их и не судили, их фиг найдешь, судили организаторов. А организаторам организации команды без Катын не было, что предъявить. Согласитесь, что все-таки массовые расстрелы детей это более существенное преступление, чем массовый расстрел офицеров. Правильно? А где расстрелили массово детей? Да в Бабингиру хотя бы. Пожалуйста. Это в Европе холокост под вопросом, а на территории СССР холокост никем не оспаривается. Уничтожали всех от грудных младенцев до стариков. И согласитесь, что это гораздо более весомое обвинение, чем расстрел здоровых мужчин в военной форме. Вы смотрели фильм Анжио Вайды Катын? Нет. Не интересуюсь искусством такого рода. Совершенно. Редактор субтитров А.Семкин